Овцы Все утро клирика Гомельской епархии благочинного церквей Гомельского городского округа отца Стефана одолевали воспоминания. Прошлое виделось так ярко, так отчетливо, как будто было вчера, а ведь прошло уже лет шестьдесят его служение церкви. Да, пожалуй, не меньше. Он сличал с заповедями Божьими свою жизнь, в чем она сходна, а в чем нет, а в чем не сходна, покаяться. Главное не уйти в сторону, в крайности, в прелести или самообольщении, чтобы не быть ослепленным, ведь похвала священнику церковью не одобряется. Но наш рассказ не похвала, а виденное и слышанное, и все правда. Родился он теплым сентябрьским пятничным утром в благочестивой крестьянской семье. Это был високосный 1932 год. Год, когда декретом правительства за подписью Сталина началась так называемая безбожная пятилетка. Суть ее, понятное дело, сводилась к одному. К первому мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на территории страны. Но семья Гладыщук жила в Западной Белоруссии, а она находилась в составе Польши и жила своей особенной жизнью. Пока не пришла война. А еще раньше, в 1940 году, когда Стефану было всего-то 8 лет, от воспаления легких умирает мама. Спустя 4 года отца мобилизует на фронт. Стефан остается хозяином с младшими братиком и двумя сестричками на руках. Отца забрали в армию, и на мне все было хозяйство осталось. Мне было 12 лет. Вот тут я испытал большие трудности. Пахал, бароновал, косил. Но это одна осень такая тяжелая. Несмотря на то, что Стефан Гладыщук учился в школе 7 лет и получал полное советское воспитание во всех его проявлениях, он время от времени ходил в церковь, горячо молился за упокой души матери, за здравие всей семьи. А уж как молился Стефан за возвращение с фронта отца, и Господь не посранил веру своего богомольца. Но переломным моментом в судьбе Стефана был случай. Все население деревни немцы согнали в сарай и хотели поджечь. Люди упали на колени и стали молиться. Среди них был Стефан. Народ долго держали в заперти. И молитва была долгой. И вот оккупанты выпускают на волю детей, женщин, стариков, мужчин забирают. Позже батюшка сделает вывод. Это было свидетельство того, что атеизм улетучивается. Стоило Господу в ослепительном сиянии явить себя. И до сих пор отец Стефан ежегодно отмечает этот день чудесного спасения на праздник Вознесения. А пока он искал свою дорогу в жизни. Знаете, как бывает? Идет, идет человек по жизненному пути и доходит до какой-то развилки. От этой развилки несколько дорог. Да-да, те самые дороги, которые мы выбираем. А с ними выбираем свою судьбу. Жаль, что часто не замечаем мы этой развилки. Торопимся, несемся на полной скорости. Вот и Стефан промахнулся. И подал документы в Брестский медицинский техникум. И опоздал. Набор закончился. Он в педагогический, в пружаны. Его зачисляют. Но не к светскому образованию склонялись ум и сердце Стефана. Он в миру испытывал тоскливое чувство. Молитва – это единственное наследство, доставшееся ему от набожных родителей. И храм был единственным местом утешения. Куда его всегда влекло благочестиво настроенное чувство. Отец в воскресенье пошел в церковь, приходит, говорит, сынок, батюшка объявлял, что в Жировицах открылась духовная семинария. Я, значит, меня это заинтересовало. Я к батюшке поехал. Он мне рассказал, как, что. И, вы знаете, вот как-то сразу я чего-то взялся за это. Мне это что-то, ну, как-то приятно легло на душу. Вот, стал заниматься, готовиться. А весной, в 49-м году, я пошел паломником, пешком за 100 километров в Жировице. Мне это там все-то понравилось в Жировицах. Я стал еще усерднее готовиться, и в 50-м году я поступил в семинарию. Сто километров на велосипеде. Домой он летел, как на крыльях. Родители продали последнюю корову, чтобы купить сыну костюм для учебы в семинарии. Через год он староста группы. Еще через год руководитель студенческого хора семинарию. В это же время он присматривает односельчанку, Марию, и женится на ней. Затем было рукоположение в Сан-Дьякона. Через год в Сан-Иерея. И первым местом служения становится Свято-Михайловский собор города Мозыря. Я, призываемый ныне к служению пресвитерскому, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом перед святым Его Христом и Евангелием в том, что желаю и при помощи Божьей всемерно буду стараться проходить служение во всем согласное со Словом Божьим, с правилами церковными и указаниями священно-началия. «Веряемые по печенью моему души охранять от всех ересей и расколов, а заблудших вразумлять и обращать на путь истины и спасения». Из присяги священника Русской Православной Церкви. «Не искать каких-то мест, где бы побольше денег, пороскошнее жить. Не входить ни в какие-то политические партии или вот что-то такое, политику – это не наше дело. Проводить свои службы чинно, благоговейно, как тому подобает, проповедовать обязательно своим прихожанам, призывать всех к миру, к любви – вот в основном тезисы нашей присяги». Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, какие серьезные и страшно ответственные слова. Готовясь к самому сложному служению – пастырскому, священническому, будущий пресвитер дает присягу перед лицом самого Бога. «И какой же груз ответственности на себя возлагает? Что дает такую силу – вера или большое сердце?» Для отца Стефана вера – главное, вера в Бога, вера в чудо и вера в спасение. «Правда в истине, в Боге. Вот там надо искать правду. Надо жить с Богом, а Бог есть истина. И истину эту надо постигать постом, молитвой. Потому что у людей правды, так сказать, найти или добиться, это, можно сказать, невозможно. Каждый по-своему считает что-то правильно. А как оно правильно? Это только, я говорю, только у Бога». В год 1958-й отца Стефана переводят вторым священником в Гомель на службу в Кафедральный собор Петра и Павла. Настоятелем в то время был протеерей Василий Копычко. А в это время агрессивная атеистическая пропаганда делала свое дело. Верующие люди стали опасаться ходить в церковь. На бытовом уровне религия высмеивалась, как отжившая свой век. В школах преследовалось ношение крестильных крестиков. В такой обстановке приходилось служить отцу Стефану. «На Пасху тоже иногда были, тоже знаете, мы с крестным ходим ходим, вот, обхождение вокруг храма. А там за забором тоже и свисты, и маты. Ну, что дело, наше было дело. Голубочку согнул, молись и тихонько делай свое дело». Ну, а как по-другому? Если, по сути, для двух поколений, живших во времена Советского Союза, религия была под запретом. Но чем отличаются десять заповедей божьих от морального кодекса строителя коммунизма? «И здесь и там не укради, и здесь и там не убей, и здесь и там уважай человека». По радио, по телевизору показывали, вот там уже церковь закрыли, там закрыли. Но почему они, как они еще объясняли, почему закрыли, вот было обидно, что никто не ходит у церков. Пустует здание, ни одного молящегося нет, поэтому закрыли. Ну, это же ложь была, вот это было обидно, морально, понимаете. Когда закрывали церковь, так наоборот, люди приходили там с топорами, с вилами, обороняли, охраняли. Ну, ничего же нельзя было сделать. Главный храм Гомеля закрыли 30 октября 60-го года и отдали под планетарий и маятник Фуко. Отец Стефан не мог выразить словами свое состояние. В один день осиротели все. Один за другим рушились храмы, впитавшие в себя потоки горючих и сладостных молитвенных слов. Это были храмы, озаренные незримыми лампадами ясных дум. Рушились соборы, церкви, церквушки, часовни. Рушились звонницы и колокольни. С гулким стоном, вбиваясь в землю, падали колокола. Падали, падали, падали колокола. О преданной церкви люди все молились. Не помени незаконий и неправд людей твоих. Один на один с Богом. И со своей совестью отец Стефан был честен и прям. В ту пору он служил в Гомельском свято-никольском храме. Его, к счастью, не закрыли. Так выходит, вы настоятелем никогда и не были? Да, почти нет. В Мозере был вторым, в Гомеле был третьим. Потом, после закрытия собора в 60-м году, перевели меня в Никольский храм, тоже я был ненастоятелем. А вот в 80-м году, когда послали в Дрезень, там я был настоятелем. Единоверцев можно встретить и в Германии, и в Италии. Мы привыкли связывать православие с Востоком Европы, со славянскими и греческими землями. Запад до XI века, пребывавшего в литургическом единении с Востоком, сегодня многим кажется вочиной католицизма и протестантизма. Дескать, здесь гаснут малейшие искорки православной веры. Но сегодня православие в Западной Европе открывает себя жителям государств, в которых обосновалась многочисленная русская, белорусская и другие диаспоры. На окормление дрезденского прихода и отправили отца Стефана. К тому часу он окончил духовную академию, а теперь нес миссионерское служение среди малочисленных соотечественников. Ведь современное православие – не национальная религия, это вера, открытая для всех. Ему говорили, что желающих служить за границей у нас больше, чем пригодных к зарубежному служению. Однако в отделе внешних церковных сношений рассматривали в качестве кандидатов лишь тех священнослужителей, которые получали добрый отзыв от местного архиерея. Так он попал в Дрезден. Это был 1980 год. Мы уехали из Белоруссии, где храмов хотя было мало уже, к этому времени многое были закрыты, в хрущевское время. Но те храмы, которые действовали, были всегда переполнены молящимися. А мы здесь стоим вечером, молимся. Там-там где-то-то, ну, пять человек каких-то было молящихся. Матушка моя стоит, плачет. Что это? Как это быть? Мне, конечно, тоже морально тяжело. Я вечером звоню владыке экзарху, мелхиседеку, еще вот такое-то положение. Говорит, отец Стефан, надо молиться. Это, говорит, горсочка людей тоже хочет быть причастниками, участниками и службы, и причащаться, получать свое духовное удовлетворение. Я слышал, что вы не только служили здесь, в Дрездене, еще приходилось обслуживать другие приходы в других городах, в связи с тем, что не хватало священий. Владыка, мелхиседек, еще свой дал указ, чтобы я временно обслуживал и приход в Ваймаре. Чтобы я первое воскресенье каждого месяца туда ехал служить. И второй день Рождества, второй день Пасхи, второй день Тройцы. И об этом уже знали все жители, можно сказать, ГДР. Вот. И желающие приезжали туда помолиться. Такое послушание еще, добавок вот к этому, к Дрезденскому служению. С 16 по 26 августа в Дрездене проходило 33-е заседание Центрального комитета Всемирного совета церквей. В православной церкви, где отец Стефан был настоятелем, проходили и богослужения. За 4 года служения в Дрездене отец Стефан выпустил 4 православных календаря на немецком языке. Дело это для него новое, но осилил. И был награжден орденом преподобного Сергия. Прошли десятилетия, и отец Стефан снова в Дрездене. Но уже как гость, почитаемый и желанный. Христос воскресе! Воистину воскресе! Отец Стефан, сколько лет, сколько лет? Да, да, да. Лет 20, наверное, не виделись. Как один день. Как один день. Совершенно верно. Я рад вас сердечно приветствовать в нашем храме. Так, так, да. Потому что и вы здесь служили, и вот уже определенное количество лет я здесь совершаю богослужения, поэтому для вас все это родное, и для меня особенно. Мы с вами сейчас пройдем по храму. Да. Я покажу. Да, да, да. Обновленное, обновленное. Вижу. Как-то трепетно, когда я вот сейчас выезжаю в Дрезден, и как-то у меня вот, ну вот, как-то, как мурашки какого-то, понимаете. Все это как-то родное. Когда отец Стефан возвращался домой в Беларусь, ему казалось, что он стал старше лет на 10. Еще он чувствовал сильную усталость, а на душе было светло. Сегодня он раскладывает пожелтевшие фотографии. Матушка Мария, а это их дети. Валентина, Ольга, Елена. Красивые, одухотворенные лица. Сколько фамильного сходства в рисунке губ улыбки в форме подбородка. Для батюшки его родная семья была первой, ближайшей паствой. А он для нее пастырем. Прежде всего в ней он проводил начало нравственного воздействия, исполняя слова святого апостола, «Кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией». Были такие моменты после смерти моей матушки. Некоторые священники предлагали, не пойти ли тебе, не принять ли тебе монашество. Я говорю, нет, я буду лучше белым священником в кругу своих деток, внуков, правнуков. Папа, тебе письмо из епархии. Хорошо, приятно. Отмотаем пленку на 25 лет назад. В Гоми приезжает на службу владыка Аристарх. Именно тогда была восстановлена епархия, которая стала именоваться Гомельской. Она была создана в советское время, в годы гонений. И был первый тут епископ, он тут пару недель только, по-моему, пожил. Вот, Митрофан. Еще другие были в советское время, как теперь уже собор открыли, после Крушовчины этой. Это первый епископ Аристарх. Он был человек добрый по натуре. Ну, в чем-то у нас было сходство. Я с большой семьей, и он с большой семьей. Молитвенник. Так он иногда, знаете, аж прослезится, так молился. Это был пример, конечно, для нас. Наконец, власть разуверилась в попытках уничтожить церковь атеистической пропаганды. Годом ранее, в 1989 году, собор Петра и Павла был возвращен церкви. Пару лет люди ездили, просили, и здесь на месте, у местных властей, эти отказывали. Ехали дальше, собирали подписи в население среди православных верующих. Поехали в Минск, там тоже отказали. Поехали в Москву. Речь об открытом письме в пользу возвращения Гомельского храма среди подписавшихся народной артисткой СССР Людмила Зыкина, академик Егор Лихачев и другие известные личности. И тогда уже правительство призадумалось, после публикации вот этой статьи, они написали, значит, от себя, что вот в Гомеле просят, и они за то, что надо отдать верующим это здание. Город получил собор полуразрушенным. Восстановление храма шло нелегким путем. Начали обзаводиться хозяйством, город помогал. Люди жертвовали деньги, иконы. Службы шли по очереди со строительством. Отец Стефан отслужит и сразу на работы. И когда крест на церковь поднимали, многие от умиления плакали. Радовался и батюшка Стефан. Прошло 25 лет. Гомельская епархия в новых руках. Ныне Гомельской епархией управляет епископ Гомельский Злобинский Стефан. Когда он приехал иеромонахом, так, ну, владыка Ареставр дал ему этот, корму. И мне поручил его там приставить. А когда он уже был сюда назначен уже епископом, после представления владыки Аристарха, кто, кто будет представлять. И кто-то говорит, вот отец Стефан, он старший священник здесь в епархии, пусть, вот так и мне пришлось. Видите, как Господь устроил. Священник служит, как воин, защищает страну перед вражьей силой. Так священнослужитель стоит на страже веры. Он укрепляет в ней людей, создает в их душах иммунитет к насилию, злу, проискам лукавого, о чем верующий просит Господа в своей главной христианской молитве. Отец Стефан крестит, венчает, исповедует, причащает, соборует. Но с одним грехом он особенно часто сталкивается в исповедях. Народ кается в своих осуждениях. Мы напоминаем слова евангельские спасителя. Не судите, да не судим и будете. И человеку Господь замочек вешает на язык. А еще беспокоит батюшку материальный интерес. Он нынче превалирует в обществе. Каждый гребет под себя, сжимая все сущее в кулачках, будто младенец новорожденный. А пробьет час, распрямятся кулачки и останется в них пустота. За 50 лет я в Гомеле, в храме, в соборе, в Никольском храме. Вот, так что за 50 лет, действительно, я очень многих крестил. Подходили мне пару раз были такие, что говорят, отец Стефан, вы меня крестили, вы меня венчали, и теперь уже моих, говорят, детей крестите. Отец Стефан служит литургию. Батюшка благословляет народ. Люди подходят ко кресту, их много. Выставилась целая очередь, глаза радостные. Они ждут его взгляда, улыбки, внимания, пастырской заботы. И он смотрит на своих прихожан с отцовской любовью. Церковь всегда-то призывает к смирению. А гордый человек, конечно, он не замечает ни соседа, ни бедного, ни несчастного. У него нет любви. Он я, эго, я. Батюшка часто в своих беседах вспоминает святую гомельской земли матушку Манефу. Отец Стефан был знаком с ней лично, бывал в доме, молились вместе, и поздравлял с днем ангела. Всевышний указал нам, что она святая, оставив ее мощи нетленными. Сие пишу тебе, надеясь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. Этот гимн во славу Господа красной ничью проходит через жизнь старейшего клирика гомельской епархии, благочинного церквей гомельского городского округа Протеерея Стефана Гладощука. И хотя батюшка говорит, что Бог не выбирает людей, выбирает. Еще как выбирает. И его выбрал. Новое весто, Новое весто, Спаси, Жести, Боже, Святой Господь. Субтитры создавал DimaTorzok